Добрый вечер, всех приветствую на вступительном вебинаре перед полным курсом по трейдингу на базе объемного анализа для российского рынка, то есть все тактики, все возможные способы анализа данных, которые транслирует российская биржа на наши сервера и мы структурируем затем эту информацию и в удобном виде отображаем ее в наших модулях. Будут изучаться и рубль, и фишерсный индекс РТС, и Газпром, Сбербанк, то есть в принципе те инструменты, которые будут студенты изучать, которые они выберут, с ними будут примеры, практика также будет. Ну, давайте немного сейчас о курсе, затем о собственно объемном анализе. вот здесь по ссылочке, если пройти, ну, левел 2. Курс на самом деле очень, фактически очень по уровню схожий на профкурс, только здесь немножко в сжатом формате не так расширен, не так раскрыто подается информация, то есть по максимуму только основные вещи, вот, поэтому он длится всего лишь, теория, месяц. Будет там 10 занятий, и он начнется 23 марта в понеделек. И второй месяц это будет практика, то есть только торги, только рынок, уже закрепление материала, сделки и корректировка сделок, то есть торговли. Итак, ну, месяц нужно будет поработать очень плотно и постарайтесь, те, кто будут участвовать, с 23 числа выделять максимально времени на изучение, потому что если на протяжении месяца филонить будете, то на практике практически не будете успевать за группой и затем все заново будете изучать, так как, ну, есть возможность, записи будут у студентов еще по завершению курса несколько месяцев доступны, вы сможете пересмотреть эти все лекции, в записи будет практика, то есть те практические моменты, которые будут записываться, то, что есть еще в скайп-режиме в виде чата, и трансляция рабочего окна моего. Так, значит, тактики, алгоритм действий трейдера, начиная от подготовки к торговой сессии, что нужно выделить, какие моменты обязательно нужно подготовить перед тем, как вообще откроется биржа, то есть это, ну, на самом деле работа трейдера, это ежедневный, такой рутинный способ жизни, одно и то же, каждый день, то есть это не творческая работа, то есть здесь нужно системно выполнять алгоритм действий и анализировать данные, и все, как бы, поэтому сопоставимый раз по рутине с работой бухгалтера, то есть цифры, рынки, вот, ну, в свободное время, естественно, можно заниматься изучением и развитием своего трейдинга, там, новые стратегии, новые рынки, покорять, вот, значит, алгоритм действий, конечно, то есть начиная от подготовки к торговой сессии, новости, фундаменталка, какие основные аспекты нужно знать, потом всем добрый вечер, кто присоединился, отбор уровней, то есть сетка уровней нужна будет перед тем, как биржа откроется, на что обращать внимание во время первых торгов, то есть когда только начался трейдинг, то есть торговля российской биржи, какие данные нужно обязательно смотреть, какие можно упустить, то есть, ну, как бы, они параллельно мониторятся, но не ежеминутно. Очень-очень позитивно, что биржа РТС транслирует открытый интерес онлайн, то есть мы знаем с вами, мы сейчас рассмотрим, в модуле барчарт есть функция, режим отображения данных по открытому интересу и, к сожалению, нет на таких биржах, как CME, они не транслируют онлайн и мы не видим, заходят люди в рынок и выходят и какие тактики вместе с открытым интересом будут применяться. Симпиозия с дельтой, это дает очень хорошие результаты, очень, и это мы тоже будем изучать. Значит, алгоритм действий до сессии, с открытия сессии и до завершения. На что обращать внимание, с какими уровнями работать на покупку, на продажу, как открывать позицию вплоть до отслеживания потока ордеров, сопровождать сделку очень важный фактор, потому что открыть сделку не проблема, то есть это уже давным-давно не проблема, а вот сопровождать ее хорошо, то есть качественно, это не у всех получается. Вот сейчас как раз покажу одну сделочку студент профкурса, вчера открывал покупку по РТС как раз, и я попросил его сопровождать позицию еще сегодня, то есть не закрывать на завершении дня, а оставить на сегодня, то есть постараться по максимуму улыжать из этой сделки. Вот результат. Сегодня вот был закрыт бай, хотя рынок еще ушел еще выше, да, то есть вместо того, чтобы зафиксировать здесь не всю позицию, а часть, можно было бы и дальше сопровождать сделку, но вот так вот. Это еще нюансы, он еще не закончил профкурс, поэтому... Риксис, да, да, это вот его позиции, это он только учиться начал, и уже такие результаты неплохие, в принципе, то есть есть будущее. Получится, в общем, с него неплохой торговец. Вот я там, это на самом деле пример для того, чтобы видели, как... ну, нелегко на самом деле просто сопровождать сделку, нужно мониторить определенные уровни, нужно мониторить... вот специфический, там есть такой алгоритм, на что обращать внимание, какие моменты, какие паттерны нужно выделять для того, чтобы мониторить, куда выставлять стоп-ордер, то есть работа с рисками, тоже это будет обсуждаться, и мы будем это проходить. Далее вернемся еще к курсу. Значит, ну, изучение модулей реверс-чарт, как с ним работать, на что обращать внимание. Мы будем изучать очень детально дельту, объем по BDASK и открытый интерес, price action, market profile, и это все нужно совместить и эффективно использовать. И даже не до закрытия позиции, а вот весь алгоритм, пока вы торгуете, в каком режиме, в какое время открывать сделки, это тоже очень важно. На самом деле, не так все просто, там, как в рекламных роликах рассказывают о трейдинге, на ходу смартфонов открывают позиции трейдеры, либо там едет в лимузине на заднем сидении, просто вот с ноутбука открываются позиции. Это все не так, на самом деле, нужно мониторить очень много информации, поэтому, вот, на самом деле, ну, многие видели, что в фильмах у трейдеров очень много мониторов, и это не для того, чтобы инвесторов как-то поразить, да, что это все на самом деле все сложно, круто и загадочно. На самом деле, то есть, чем больше вы получаете качественной, фундаментальной инсайд информации, тем больше у вас шансов победить, таких же, как вы. Мы же все понимаем, что на финансовом рынке деньги переходят из рук в руки, и ваши конкуренты, используя просто технический анализ, явно не фавориты. Поэтому, объемный анализ в этом плане немножко выигрывает, потому что эти данные идут с биржи, и, как бы, объемный анализ, по сути, если сравнить там с обычной жизнью, то мы просто ищем и ждем, когда на рынок зайдет крупный игрок. Потому что именно крупный игрок может толкнуть хорошо цену, именно крупные игроки удерживают длительный тренд, именно крупные игроки могут создать реверс, разворот рынка, остановить его, то есть, и наша с вами сдача, вот этот инсайт вовремя получить, обработать и также эффективно применить. Так, вопросы какие-то уже есть, я вижу. Так, сколько народ записалось? Честно, я не знаю, я не спрашивал. Вопрос в учении тренеров. Почему? Вот рейтинг, пожалуйста, вам как пример. Вот даже вы вроде в рейтинге, да? Дело в том, что студенты, они практикуются после, ну например, после профкурса, контракт 2. Вот возьмем, к примеру, 3 месяца они проходят профкурс, затем они уходят на практику. Ну, после курсов мы на самом деле не теряем контакт с студентами и пока они практикуются в трейдерс рейтинг, вот здесь в терминале. В скайп режиме поддерживается общение и корректировка сделок, анализ, то есть, и где-то контракт 2, то есть, 6 месяцев, затем они чаще всего уходят уже на реал. Ну, как вы знаете, реал не все хотят публично транслировать по всяким разным причинам. Есть свои у каждого таракашки, поэтому реалов, как видите, публично немного подключается. А стабильно вы просто помониторите трейдерс рейтинг, поклацайте на истории и посмотрите, что в основном одни и те же имена, аватарки те же самые, как бы, ну, те, кто дублирует сделки, либо же практикуется. Вот, поэтому нельзя сказать, что с Wolfix люди не работают стабильно. Так, перейдем теперь к деталям курса. Собственно, 2-3 лекции в неделю, это на протяжении, ну, пока будет идти теория, первый месяц. И вот там как раз будут домашние задания. Просто по опыту знаю, многие, как бы, их не воспринимают и не делают. То есть, ну, да, домашние задания задали и все, не будут делать. Нужно, на самом деле, поработать очень много. То, что дается на лекции, потом нужно еще закрепить на домашнем задании, а это работа с историей. Ведь, почему с историей нужно работать? Не все, как бы, пользуются большим преимуществом платформы Wolfix. Есть данные, да, за несколько лет по любому инструменту. То есть, до, до, прямо до трейда. То есть, любой тик вы можете из истории подгрузить, посмотреть какой там бидаск, какой объем, в какое время, в какую секунду по вашему рынку. Для чего это? Чтобы разрабатывать торговые стратегии, чтобы понять нюансы инструмента, так как золото торгуется не так, как евро. Да, там свои модели, там своя ликвидность, там свои специфики. И это все нужно изучить, это нужно исследовать. И вот как раз в платформе Wolfix то, что есть архив данных, по каждому тику за несколько лет, больше трех лет, 4-5 по разным инструментам, вот, то это большое преимущество. Очень мало платформ, которые дают вот в таком доступе архив, пожалуйста, пользуйтесь, исследуйте, анализируйте, разрабатывайте стратегии. Ведь именно, используя данные из прошлого, мы можем сопоставить определенные закономерности, выявить их, конкретизировать, описать, и в дальнейшем, в будущем, когда появится такая же модель, такая же ситуация, такая же активность объемная, вы будете знать, что делать, да. Так. Что? Курсим. Ничего я не думаю, я не знаю просто, какой там курс у Лохмянина. Так что, я ничего не могу сказать. Так. Следующий вопрос. На самом деле, те, кто у нас уже учились, некоторые люди по несколько курсов проходят и заканчивают, мы стараемся максимально дать информацию, максимально работать со студентами. поэтому о уровне нашего обучения можно сказать, только хорошее, я думаю. Так. Следующий этап, это как будут проходить обучения. Две-три лекции в неделю, по два часа, примерно два с половиной, через Adobe Connector, то есть, включили, идет трансляция монитора рабочего окна лектора, это будет Елена Сон и я. Два лектора будет. Все занятия записываются, то есть, закончилось занятие, там, в течение 30-40 минут, у вас уже будет ссылка на просмотр, вы сможете пересмотреть занятия, если что-то не успели, либо не получилось послушать. Некоторые конспектируют, то есть, заново пересматривают лекцию, выписывают важные моменты, это очень правильно, потому что у человеческого мозга есть такая парадоксальная штука, это большая такая тяга к знаниям, получению новой информации и тут же ее забыть, чтобы получать, чтобы освободилось место для следующей новой информации, поэтому нужно записывать. Я всегда рекомендую ввести бортовой журнал сделок, потом блокнот для записей на лекциях и еще архив моделей по рынку. Это уже скриншоты различных ситуаций, их маркировка и конкретизация. Тогда, когда вы ведете архив, вот, к примеру, ситуация, вы увидели, как покупается индекс РТС, вот разворот в начале контракта. Вроде как бы запомнили и все понятно. Но пройдет полгода и вы уже этот день вряд ли сможете описать очень детально. А если вы сделаете скриншот этой ситуации, скриншот этой модели с разных ракурсов, котировка, объемный профиль, дисбаланс по дельте, уровень открытого интереса, это все конкретизируете, выпишите в определенные конкретные критерии по открытому интересу, по дельте, по объему и сохраните. То есть уехали в отпуск, вернулись, просмотрели быстро скриншоты, прочитали критерии и вы уже снова вспомнили все модели, тем более их нужно классифицировать, ведь модели на покупку и модели на продажу разных дней не отличаются. таких трейдеров, у которых есть архив, они быстрее определяют те или иные модели, ну и результат естественно лучше намного. Почему вы не рассматриваете торговлю на средний срок? А почему вы решили так, что не рассматриваем на средний срок? Курс будет читать Селена Сон и Михаил Лемах, то есть я. Дальше продолжу, пока еще дописывают вопросы. После месяца, когда закончатся лекции, режим практики, то есть два раза в неделю это с открытия биржи, то есть 10.00 открылась биржа, но мы будем собираться на минут 20-30 раньше, чтобы сделать подготовку торговой сессии. Будем практиковать командную работу, будете работать по одиночку, будут у вас практические задания на каждый день. Будем смотреть итоги за неделю, корректировку торговли, ну в общем много работы надо будет. Поэтому на практику постарайтесь побольше времени освободить, чтобы с открытия биржи можно было с вами работать. на самом деле как бы моделей покупок, продаж не так уж и много. Вот если посмотреть на китровку биржевую, кажется, что рынок это какой-то большой хаос. Нет, это не так. Пока всегда будет человек принимает участие в этих торгах, то есть хоть и говорят, что там большое количество алгоритмов, но эти алгоритмы разрабатывает человек. Алгоритм это порядок действий, то есть это системное повторение каких-то движений по инструменту и это модель, это сэкономерности. То есть вроде кажется, что рынок большой хаос, но если даже разобрать вот смотрите сессия вчерашняя сейчас я линию уберу вот обратите внимание достаточно похожи вот эти две локальные точки два максимума визуально даже на графике да то есть их можно как-то конкретизировать и описать когда вот на российском рынке это достаточно часто происходит очень часто можно заметить так как он еще сравнительно с американским рынком молодой да и здесь не так развита структура инфраструктура алгоритм тизации то есть они есть но не настолько много и крупные игроки их можно даже по моделям иногда классифицировать вот обратите внимание да очень похожи два максимума и теперь обратите внимание на локальные точки покупки вот эта модель и вот эта модель как-то уж очень похожи даже ну я еще не показываю его объем то есть это ну я очень уверен что это отпечаток одной той же команды которая работала 17 03 так как размещали уже на юнинский контракт позиции вот то есть уж очень так повторяется представьте себе вы начальник отдела торгового трейдеров да какой-то крупной банки что вам нужно каждый день придумывать разные алгоритмы открытия позиций на покупку на продажу да вам лень у вас там кучу задач там феррари протестировать еще что-нибудь поэтому они одни те же алгоритмы используют особенно в крупных компаниях бюрократизм настолько это все усугубляет что пока поменять вот эту вот структуру алгоритмов и принципов открытия сделок проходит по полгода по году это очень большой документ оборот еще что-нибудь то есть это все нужно зафиксировать утвердить поэтому они повторяют повторяют свои действия и не так много моделей на самом деле если классифицировать действительно развороты именно реверсы хорошие то есть в любом случае кто не согласен что именно крупные ну вот крупный объем может развернуть рынок то есть я к тому что давайте я вам просто покажу вот сентября склеим контракты на интервале один день посмотрим декабрьский контракт полностью мартовский так ну здесь мало таких точек сейчас мы еще добавим сентябрьский так ну вот вы видите нижнюю гистограмму вот здесь она отображает общий объем каждого дня то есть у нас интервал вон дэй то есть это один паттерн один профиль это один день и тотал собственно за день то есть фактически снизу кривая гистограмма уровня ликвидности за торговую сессию если демарка вроде то есть когда я читал книгу техническом анализе просто ради интереса то там был раздел непосредственно объемного анализа книга очень старая там ну жуть какая старая где-то где-то валяется найти вот и они даже там описывали что смотрят и следят за объемом то есть тогда еще не было так развит электронный трейдинг да но они смотрели данные когда по закрытию дня какой был оборот за день и это применяли в техническом анализе то есть если к примеру у них была сессия на пробитие какого-то уровня поддержки и они видят ну давайте лучше схематически нарисую к примеру у нас есть там равноудаленный восходящий канал вот и у них сессия пробивает максимум да то есть либо ускорение тренда либо снесли стопики и вот эту сессию которая пошла на пробитие верхней границы равноудаленного восходящего канала они следили за объемом какой там оборот то есть если даже логически подумать то чтобы пробить максимум такого уровня и толкнуть цену дальше я имею ввиду на ускорение тренда например то нужно перекрыть по ликвидности всех селлеров раз потом перекрыть по ликвидности всех байеров которые кроют тут продажи ой покупки а это это ликвидность на продажу то есть дополнительные две два потока ликвидности идет на шорт это все перекрыть то есть в нейтральную вывести по балансу ликвидности и затем еще добавить объема чтобы появился спрос и толкнуть к цену еще выше то есть тут в любом случае будет отображение по увеличению ликвидности внутри торговой сессии если эта сессия и шла не на большом объеме то есть не было большого оборота по сути они такие сессии воспринимали сразу же как ложное пробитие этого канала и ну уже так скептически относились к этому пробитию то есть осторожно не заходили на покупку отслеживали еще несколько сессий как будет идти дальше ситуация поэтому когда вы видите пробитие максимума минимума но они идут не на объеме а так либо средняя либо ниже среднего ликвидность там за 15 минут за час то доверять такому пробитию не стоит очень очень аккуратно следите за ним потому что пробить максимум особенно максимума нужно очень большая ликвидность значит вот снизу гистограмма и вот эти оранжевые по фильтру они выделяются здесь лимит стоит по миллион двести и полтора миллиона красным высвечиваются то есть подсвечиваются остальные всех что меньше миллиона двести за день они синеньким цветом так вот давайте их просто выделим посмотрим в такие точки мы раз пробитие минимума сентябрь сентябрь начался сентябрьский контракт буквально месяц только он проторговался и вот есть уже образован минимум контракт пробитие минимума приходится на это 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 наверное одна из самых крупных по ликвидности сессии в этом контракте потому что вот у нас уже идет сентябрь заканчивается да вот еще в августе была сессия видите как раз то что я говорил и вот самые объемные сделки пришлись как раз на диапазон который и и шел на пробитие то есть не сверху не снизу а именно там где нужно было пробить этот диапазон там как раз вся бойня и произошла по фильтру вы видите дальше идет уже размещение тоже видите три сессии затем подряд и шли на хороших оборотах практически уровень один и тот же никаких колебаний выше ниже одни и те же команды скорее всего работали три сессии подряд вот они дальше размещались естественно дальше уже не опустили соляры котировку вот коррекция в эти же уровни вот тех сессий вот этот массив вот эта коррекция и здесь сразу же идет защита она опять же проходит на неплохом объеме то есть уровень ликвидности здесь чуть-чуть не дотягивал до миллиона 200 затем что происходит у нас образуется локальный минимум в контракте и обратите внимание как три сессии подряд идут на повышенной ликвидности то есть вот если сравнить соседние а вот у нас ликвидность как раз на вот этот реверс то есть это разворот маркета реверс одну сессию не проходит особенно на покупку это обычно две-три сессии а то и пять бывает даже и больше в зависимости от ситуации и какой рынок на штатах там по разным рынкам там не валютный рынок там своя игра на индексах своя игра на акциях по другому но рост ликвидности в таких точках это один из первых критериев если вы видите что сессия на минимуме находится но она без объема это говорит о том что крупный игрок не видит он не заинтересован в этих ценах он ждет другую цену либо ниже либо выше но именно в эту сессию он не заходит по каким-то причинам своим нам эти причины не особо и нужны вот мы как стервятники на финансовом рынке увидели крупный игрок заходит начинаем действовать то есть заходим вместе с крупным игроком если все благо правильно зашли сопровождаем пока он не он не выйдет либо же не зайдет другой игрок крупный на разворот то есть против нас так вот у нас опять объемная сессия проскакивает обратите внимание что вот этот уровень который здесь защитили затем еще защищали достаточно долго видите тут 5 сессий потом здесь вот сессия на защиту еще 4 сессии даже больше 1,2,3,4,5 сессий вот 3 из них были на хорошей ликвидности одна вообще нормальная и вот защитили во второй раз диапазон давайте я его выделю 123,500 естественно такой уровень маркируется сразу как сопротивление потому что 3 раза и все 3 раза на хорошей ликвидности защищали диапазон так вот у нас сессия E-flat достаточно интересный уровень 104,300 по 107,700 вынесли стопари позиционным селлером и пошли дальше на продажу вот как раз вот видите опять же пробитие идет на ликвидности то есть там во первых вот если представить схематически максимум торговой сессии минимум торговой сессии вот крупному игроку у него задача одна это найти ликвидность где можно разместиться потому что фьючерсный рынок у него есть своя специфика причем она достаточно нам на руку у него диапазон ликвидности вот внутри сессии есть договор с маркетмейкерами на такую то предоставление именно такого уровня ликвидности постоянно вот поэтому крупным игрокам нужно подыскивать где может появиться такое вот облако встречных заявок и там партиями размещаться они не размещаются сразу весь пакет там 10 тысяч контрактов шорт по ртс индексу они так не делают они разбивают на мелкие части и ищут где вот начнут мелкие трейдеры средние трейдеры открывать позиции и создадут встречный ордер если к примеру крупный игрок хочет зашортить то естественно он будет искать таких трейдеров которые будут покупать на минимуме дня правильно не на максимуме а именно на минимуме будет достаточно большой выбор встречных заявок на покупку чтобы зашортить вот как раз тут тут на пробитие здесь крупный игрок и зашел так вот у нас снова минимум 98 800 и расширение за пределы минимума дальше также пришлись ввести на повышенную ликвидность это первый критерий то есть задача наша следить за движением крупных игроков естественно у них нет имен у них нет маркировки обозначения с биржи но мы видим их размещение если посмотреть на тиковый график например за сегодня либо за вчера то даже по фильтрации тиков вы заметите что крупные игроки не так часто принимают гиперобъемные сделки за сессию то есть они активны но не так часто значит здесь фильтр стоит 250 350 давайте поставим 500 500 это уже красным цветом будет подсвечиваться такой тик видите 500 контрактов у нас разместили вот на макушке остальные все от 250 до 500 старт вот они поработали с открытием биржи потом пробитие максимума фильтр поставлю 50 здесь вот этот фильтр 50 он убирает тики у которых очень маленький объем например я сейчас выставил 50 контрактов и на тиковом графике здесь не прорисовываются тики которая менее 50 контрактов по объемности если вы исследуете рынок то конечно нужно все тики отображать то есть ставить там ноль и видеть все тики либо же там в зависимости от своей стратегии можно варьировать параметром но онлайн когда вы мониторите маркет там ищите точку открытия где заключить выгодную сделку то нужно ставить здесь ноль то есть я советую чтобы все тики прорисовывались и мелкие там не своем игра значит вот выделяем первый массив вот они поработали здесь вот видите 5 тиков выше 250 контрактов то есть не 200 тиков то есть раз 3 видите нигде ступенчато зашли потом ступенчато поддержали свои же позиции на тех же самых уровнях видите то есть вся их позиция по сути вот здесь разместилась далее что мы видим пробитие максимума и опять же на одном том же уровне заходят и защищают свой диапазон так как у них общая позиция вот здесь находится это уже до размещения дальше выносят стопы тем кто шортил и загружают еще объемчики на максимуме тут как раз начинают заходить первые селеры которые думают что уже пора продавать ловля падающих ножей но реверсивно здесь еще поработали немножко тут тут то есть не так часто причем 250 фильтр это не не самый крупный то есть это не самый крупный параметр так ну давайте посмотрим вчерашнюю сессию здесь видите активность была в основном в вторую половину первую половину не не так активно принимали участие давайте чуть параметры повыше поставим сессию вот 350 когда вы подготовитесь к сессии запись будет какие у вас результаты ну как у всех трейдеров разные есть убыточные сделки убыточные дни есть прибыльные вот то есть то есть ну я не в одиночку торгую у нас мы командно работаем командная торговля кстати скажу что ну если сравнить торговать одному и торговать в команде в команде торговать в 10 раз легче в 10 раз стабильнее в 10 раз лучше рекомендую объединяться в коллективы в группы хотя бы 4-5 человек вполне достаточно чтобы эффективно работать распределить обязанности распределить кто что мониторит кто зачем следит определить кто лучше покупает определить кто лучше продает и ежедневно работать то есть один следит за новостями другой следит за рисками третий покупает четвертый продает трое на и отлично вот троечка это как раз то есть очень хорошо если взять такую ситуацию как например запутались да вот вы торгуете самостоятельно и вам не с кем даже обсудить какие-то ситуации вот вот да по техническому анализу кто-то смотрит то есть каждого свои обязанности у каждого есть свой какой-то талант у кого-то лучше получается сопровождать сделки у кого-то лучше получается открыть то есть это все дает намного лучше результаты и одиночки по сравнению с коллективами явно проигрывают во-первых психологически вы быстрее сгораете у вас не с кем обсудить не с кем там даже проговорить ситуацию по тренду к примеру один видит четко видит что ну нельзя покупать этот инструмент сейчас а вы просто вот бывает кое знаете как перена перед глазами просто туман особенно если пошла серия убыточных сделок то там отыграться нервы злость там может быть все что угодно и вплоть до того что просто подходили к трейдерам отключали мышки чтобы не совершал никаких сделок либо выключался компьютер все никаких больше национальных сделок а одиночка трейдер который торгует сам он его не остановит никто может на делать очень эмоциональных сделок и люди сгорают очень быстро то есть примеру примеру кто-то знает хорошо английский следит за ресурсами новостными и сообщает команде там только что драка сказал то 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 да то есть об этом уже знает вся команда а например трейдер одиночка он даже по сути не обратил внимание что сегодня должен драка что-то говорить и себе торгует что-то и полез как раз на волатильность канал новости вышли даже не знаю что например включили печатный станок и торгуют валютный рынок вообще против очень много нюансов и командная легче работать намного легче и стабильнее это конечно зависит от характера но скажу сразу у кого проблемы с дисциплиной те кто не может взять себе в руки и не делать каких-то сделать да там скучно например вот по системе нету сейчас в точек входа а вот почему я не в рынке то есть ощущение что если не в рынке значит вы не работаете вы что-то не делаете то начинаются сделки по типу скучно попробую там например другой инструмент сейчас поторгую и поэтому идут убытки либо же нервы либо просто по дурости в командной работе вам будет уже то есть есть взаимо обязанности и если что то у вас ребята товарищи по цеху остановят подскажут либо же выгонят ну давайте разберем одну ситуацию текущий контракт по фьючерсу на индекс ртс уже скоро 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 будет заседание федеральной земной системы и будет волатильность поэтому так вот фичерс на индекс ртс и низкий контракт я специально включил 9 числа чтобы вы видели как постепенно заходит объем новый контракт не знаю я нормально справиться но это хорошо что ул вы в одиночку можете достаточно хорошо оперировать все информацией и держите себя в руках потому что не таких как вы на самом деле не могут все из-за того что ну по разным причинам не буду сейчас это все расширять этот диалог но кому то нужна дисциплина кому то нужен коллектив обсудить у кого то страх потерять деньги у кого то вообще страх кто-то очень азартный особенно азартные трейдеры это не всегда хорошо фильмах наоборот их очень как бы делают героями и на них равняются там молодые ребята которые только пришли на рынок именно как раз молодые 20-летние трейдеры вот лично сам видел как торгуют девушки и женщины вот они более дисциплинированные работают четко по схеме по алгоритму вот не у них либо гормонально либо генетически у них нет такого сверх азартного эффекта вот там отбиться либо еще что-нибудь они работают вот как сказали так они и торгуют вот хорошие такие торговые машины да и фильмы абсолютно вот согласен с сабиной абсолютно совсем другой мир то есть фильмах рассказывают ну это все не так преподносится ну по большей части биржа либо же финансовые рынки проплачивают интерес чтобы привлечь больше участников крупная рыбешка должна кушать и надо заманивать мелкую рыбешку надо заманивать мелкую рыбешку я когда тоже значит еще только когда начинал видел эти фильмы и приехал в офис из компании там трейдеры сидели и там картины из в этой chicago board of trade chicago mercantile change висят разные там медведи статуэтки и быки вот было похоже как фильмы но когда ежедневно начали работать я приходил в офис и то все на самом деле не так как в фильме это рутинная работа одно и то же каждый день так единственное что например я в свободное время разрабатываю торговые стратегии то есть изучаем рынок желательно новый и еще и закономерности различные параметры статистика так ладно давайте вот по новому контракту на фишиндекс ртс обратите внимание как переходят объемы со старого контракта на новый одна сессия вторая третья и на четвертую уже то есть три сессии на этот контракт пришлось был переход уже 12 числа были объемные сделки не знаю почему но часто трейдеры забывают о о том что можно работать чуть раньше чем собственно официальная экспирация вот и этим пользуются крупные игроки они заходят пораньше особенно если на рынке момент такой что лучше купить на новом контракте чем на старом потому что в связи с экспирацией нужно будет закрыть эту покупку да например долгосрочную вот обратите внимание как тринадцатого числа тринадцатая пятница просто вот пять паттернов подряд до шесть и все они были на неплохом объеме сейчас чуть-чуть фарм попроще поставлю вот как заходят крупные игроки на новых контрактах пожалуйста такие да моменты есть вот то есть и я советую тоже вот еще до неделя до закрытия старого контракта уже переходить на новый если там ситуация как раз по теме зайти на средний срок либо же на долгосрок вот чтобы не переносить позицию потом на новую и не терять вот эти вот возможности и вот шестнадцатого и семнадцатого уже пошли обороты более-менее рабочие мы смотрели с вами на тиковом графике как активно крупные игроки работали во вторую половину сессии вот так это отображается на кластер профайле это модуль который в паттерном режиме профильно отображает объемную активность ценовом диапазоне интервала и здесь отчетливо видно что крупные крупные игроки на российском рынке это очень заметно немножко ленивые вот я думаю те кто на акциях работали крупные 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 объемы часто проходят по ровным ценам например там семьдесят пять либо там семьдесят девять и то есть крупные игроки любят круглые цифры потому что просто простая человеческая лень они вбивают в терминале открыть позицию просто с семьдесят пятьсот и всё им неинтересно семьдесят девять пятьсот десять И обратите внимание как из 16 числа просто Это 15 минутный интервал То есть каждый паттер на это 15 минут Видите по одной и той же цене 79500 Пожалуйста Потом здесь Опять же по одной и той же цене 79600 Тут по одной и той же цене крупные сделки Через все время То есть вот здесь полчаса прошло Они все равно по этим сделкам То есть по этим ценам работают 15 минут я включил Для того чтобы отобразить Движение цены Текущего контракта Можно осмотреть здесь вплоть до 10 секунд То есть включить и видеть Движение цены за 10 секунд Можно недельный интервал включить Но я взял 15 минутный интервал Чтобы вы видели как бы и Движение интродэй Объемы которые проходят Естественно когда вы ищете позицию На открытии То не 15 минутный интервал Можно смотреть А меньше минутный А то и на S&P я смотрю 30 секундный интервал Вот обратите внимание Ситуация как Пошел рост на новом контракте Именно на самом минимуме Тот который Я только что показывал Где по одной и той же цене По 79500 И там через некоторое время По ровным И шли крупные сделки На протяжении Ну сколько здесь было Начиная с 13.45 И вот 15.30 Ну грубо говоря 2 часа То есть 2 часа Проработали весь диапазон И больше всего Пришлось как раз Давайте я заодно Продемонстрирую функцию Произвольного профиля Вот здесь Вся баталия и произошла Вот блок То есть Что нам дает объемный анализ А мы видим Где начинает работать Крупный игрок Это большой плюс Это преимущество Причем Конкурентное и конкурентное Давайте я выставлю эти уровни Чтобы можно было Сопоставить Эту точку И давайте захватим Вот эту локацию Здесь 5600 прошло За сессию Вот Это дневная сессия Вот она закончилась Это самая объемная Часть Начиная вот здесь Активность прошла неплохая И вот самая объемная часть Плюс еще часть роста Зацепить Внутри сессии Именно здесь Резко выросла ликвидность Потом Обратите внимание Что Котировку Догнали до Фактически максимума Вот здесь два раза Максимум не пускали И цена Снова возвращается На минимум То есть Сбрасывают Всех кто заходил Здесь на покупку И что мы видим Что на На этом же уровне Где крупные заходили Опять резко растет Активность Защищаю диапазон Ниже не пустили Крывается после клиринга Биржа И цена Уже была здесь Временно Потом все таки Ушла На тот уровень То есть Уровень защитили Те диапазоны Вот здесь Которые Можно было Воспринимать Как Сопротивление Были пробиты То есть Если брать Два уровня С каким работать То видите Здесь сопротивление Пробили Уже на следующий день Индекс РТ Старговался выше Далее Следующая сессия Торгуется В основном В этом диапазоне Здесь 800 Давайте я выделю Сейчас Вот у нас Все цены проходят Ну крупные сделки Проходили достаточно часто В этом диапазоне И закладим Вот эту Активность 81 050 Пол сессии здесь Торговались Потом резко Почему-то Хотели сходить Опять же К этому уровню И здесь опять Объемно Начали Встречать котировочку Видите Опять активность То есть Это критерий Номер один То есть Если нам нужно Работать Правильно То есть Обязательно Следим за крупным игроком Там где нет Крупного игрока Там и нет движения Собственно Сильной тенденции Именно Крупный игрок Сохраняет Дольше Вектор То есть Например Тенденция Не меняется Там каждые полчаса А если он покупает То рынок Прет наверх Да и все Особенно если группа Крупных Участников Заходит Именно вот Восьмидесятую Тоже Удержали Баталия Видите То есть Достаточно долго Продолжалась И Покупки То есть Если сравнить Модели на продажу И на покупки То Воспок Покупки Это достаточно Распространенная Модель Что Чуть дольше Формируется Опять же На этом же диапазоне Через некоторое время Загружается Крупный Грузились Тут Снова Здесь Грузятся И пошли Пробивать Максимум Там еще Ночью А на следующей Северной Загрузились Сегодняшнюю Не Пустили Ниже Теперь Обратите Внимание Сегодня Где была У нас Активность Вот 12 часов Начали И 13 Она Вернулась Нормальное Русло Как раз Эта активность Пришла На пробитие Локального Максимума Вот Это не случайность Это Закономерность То есть И в принципе Даже логически Если подумать То как раз Вы должны Прийти к такому Выводу Значит Крупный игрок Грузится Грузится Доза Гружается И сегодня Мы пошли Пробивать Вот здесь Еще была Защита Как раз Не пустили Ниже То есть Это только Объем Там будет Открыт Интерес Будет Еще Изучение Давайте Включим Открытый Интерес Текущего контракта Дельтин Итак Обратим внимание Это текущий контракт Плавный рост Переходит С мартовского На июньский Постепенно Постепенно Переходит И вот Резкая активность Видите Вот здесь Давайте Включу Детально 16-е число Резкий рост Открытого интереса Набирают позиции Как раз 16-е число Если включить Зеленый И красный Цвет Это для чего Зеленый Это обозначает Что Новое Новое Данное За минуту По открытому Интересу Больше Чем Предыдущий Вот Поэтому И зеленые Участки Это открывает Позиции Вот Они Продолжались До Вот этого Момента То есть Это все Было Открытие Сделок И Самая Активная Часть Вот Как раз Пришлась На вот Этот уровень Который Мы Зафиксировали Достаточно Такие Сделки По одной Цене На протяжении Двух Часов Вот И Достаточно Объемные Рост Прекратился Как раз Уже После того Как Они Развернули Маркет И Вот Здесь После снижения Видите Сколько Было Закрытий Сделок Затем Снова Возобновили Как раз Когда поддерживали Этот уровень Видите Участок То есть Это мы будем Отвечать Как Это Применять Для чего Куда И Зачем Далее Опять же Смотрите Вот Плотно Открываются Новые Сделки Как раз В том же Массиве Мы его Уделяли Потом Идет Снижение К этому Уровню Где Заходили Крупные И Здесь Тоже Идет Плотно Постоянно Открытие Новых Сделок Идет Защита Самый Такой Активный Участок Пришелся На Период Времени Даже После Клиринга Когда Толкали Выше Здесь Тоже Открывали Позиции Новые 18 Число Сегодня Здесь Как видите Буквально Пару Участков Было По Закрытию Сделок Остальные Все На Открытие Видите Ну Промежуточные Там В любом Случа Закрывают Позиции Кто-то По стопам Вылетает Это Понятное Дело Но Когда Начинается Массово Либо Группой Выходить Из позиций То Это Отображается Такими Участками За 30 Минут За 40 Минут Вот То есть Вот здесь Даже Позиции Открывали Видите Вот После того Установили Новый Максимум Открываются Новые Сделки И Рынок Уже Не Ушел Ниже То есть Как Оперировать Эта Информация Думаю Вы уже Догадываетесь Вот Открыт Интересы Есть По Рублю Еще Кто Торгует Валютами Вот Смотрите Как у нас Хорошенько Шестнадцатого числа Зашли Вот И Открытый Интерес Вот Падал До Сегодняшнего Числа Здесь Вот По стопам Особенно Стоит Выделить Вот Этот Участок Видите Да В принципе И вот Это Тоже Все Кто Заходил На Покупку На этом Развороте Вот Здесь Этих Всех Ребят Выносили Вот Они Потом Сильное Большое Закрытие Позиции Было Ночью Семнадцатого Числа Вот Здесь То есть Вот Вроде Вдет Рост И Вот Здесь Резким Движением Начали Всех Выносить Участок Опять Женщина Вот Участок Такой Интересный И Обратите Внимание Вот Здесь Очень Много Зашло Сегодня Вот Видите Ну Немного На самом Деле Но Заходили Открывали Позиции Ловят Падающие Ножи И Вот Их Нестопы Вот Сразу Пошли Закрывать Все Кто Здесь Открывали Покупки Уже Уже Вылетели Так Это Интересный Теперь Та Же Самая Ситуация По РТС Но С точки Звучит Дельта Я Включу 15-минутный Интервал И Проискал Год 50 То есть Не 10 Хотя Нужно На Десятом Проискале Мониторить Бидаск Объем Дельту Для Презентации То есть Чтобы Показать Какие-то Уровни Я Ставлю 50 Это Так На Всякий Случай Вдруг Кто-то Подумает Что Итак Это Новый Контракт Опять же 15-минутный Интервал И Параметры Дельты То есть Дисбаланс Спрос Предложения Бидаск Объемов Давайте Посмотрим Сейчас На График И Здесь Опять же Паттерны В виде Кластеров То есть В кластере По каждой Цене Идет Сумма Давайте Я увеличил Вы Сразу Поймете Это Для тех Кто С Фолфикс Еще Не Знаком Вот Видите Цифры В каждом Паттерне Цифра Идет Вот 15-минут Интервал Здесь Две Колонки Объем По Биду Объем По Аску Параметры Можно Менять Например Дельту Разница Мердобидаск Объемная Составляющая По Каждой Цене Процентном Соотношении Ну Разные Вариации Возьмем Сейчас Бидаск И Сейчас Обратите Внимание На Зеленые Маркеры И красные Зеленые Это Агрессивные Байеры Агрессивность На стороне Покупателей Красные Маркеры На стороне Селлеров И Просто Вот Даже Если На график Вот так Вот Посмотреть Сейчас Попробую Вот 18-е Число Видите Здесь Разница Раз Два Три Четыре Не Неактивно Вот здесь Группа Целая Сразу Друг за Другом Заходили И Теперь Посмотрим На вот Этот День Как раз Тот Тот 16-е Число Которое Мы Так Детально Рассматриваем То есть Мы Видим Здесь Особенно Вот эти Ребята Молодцы Вообще Снизу Вы Видите Гистограмму По Дельте То есть Это Разница Между Объемом Пбит И объемом Плаз Здесь Фактически С 14-ти Числов По 16-30 Идет Дельта На стороне Покупателя Потом Крупные Сделки Проходят По одной И той Той Цене На стороне Покупателя Раз Два Три Четыре И выше То есть Весь Этот Реверс Вот этот Разворот Взяли Байеры По сути Это Вся Активность На Их Счету Дельтам Вот тут По цене 79500 Сейчас Я сейчас Посмотрю В общей Сложности В этом Контракте Составило 5700 Это разница По объему Видите Здесь По 5 тонн За 15 минут Грузили 2,5 Полторы Вот 5 тонн 2 тонны 3,200 2,5 тонны То есть Ну Заходы были хорошие Причем Это За 15 минут В этом контракте Такой Активной Точки Внутри Сессии На разворот Еще Пока Не было И цена У нас 84500 То есть 16 числа Начался Это Нулевает Фактически Вот 79500 70 Да 80 Даже 79500 80 Это Нулевая Точка Тренд На Рост Все Кто тут Зашел Фактически Возьмут Там 100% В движении Тренда Маркуша Пытался Зайти Почему-то Запустил Адвин Зашел Красавчик Молодец Рикс Чуть позже Зашел Он на Защите Причем Я спрашивал Почему он Заходил Тут Как раз Именно С Ядра Этой Сессии 16 Он И заходил На Бай Еще Конечно Видите Есть Ошибочки Но Это Поправим Еще Даже До Практики Не Дошли Те Кто В шортах Были Вышли Наверное Так У вас Какая Дискуссия Но Я Даже Не Буду Уникать В Ее Давайте Вопрос Если Есть По Курсу Российского Рынка Значит Вот Контакты Сейчас Где-то Здесь Должны Быть По Которым Можете Записаться В группу Еще Есть Места На Время Обучения Вам Будет Выдан Пакет Российский Рынок Там Все Функции Которые Нужны Будут У Вас Будут Я Пока Ставлю Контакты Вдруг Кому Нужно Приписать И Задавать Вопрос Сейчас Прочту Ленту Что Вы Дискуссировали Так Это Не Ко В Горобе Жены Дискуссировали 20-00 Обычно 19-00 Лекция Начинается Это Теория Практика Естественно С открытия Биржи Дискуссировали Написано Все Начало Занятия 19-20-00 Длительность Занятия Трансляции Онлайн Вот Ссылка Пройдите По ссылочке Кому Интересно Детали Можете Узнать Порядка Двух Часов Будут Ити Лекции Бывает И Три Так Я Покажу